Сегодня мне представлено право открыть первое заседание Городской думы шестого созыва. Первое заседание Гордумы открыл один из старейших депутатов. Первую часть заседания до выбора председателя вел Владимир Щетников. И от себя, как без партийного, хотелось бы добавить, чтобы мы после такой серьезной предвыборной баталии забыли все партийные лозунги, все партийные амбиции и начали работать одной командой. Одной командой народные избранники сегодня выбрали председателя Городской думы. На эту должность депутаты предложили две кандидатуры – Александра Маслова и Вячеслава Горячкина. На заседание приехали депутаты областной думы, представители партий «Единая Россия» и КПРФ, а также руководитель администрации губернатора Сергей Зырянов. Кандидатура Маслова Александра Викторовича, она прошла согласование и одобрена и губернатором Щербовской области, Александру Сергеевичу Мишавину, и прошла согласование в администрации президента Российской Федерации. И, соответственно, если бы тут вопрос задавали, он был и согласован полицоветом «Единой России». Владимир Щетников яростно высказался против кандидатуры Маслова. «Сейчас выборы были совершенно другие, какие были в декабре. Люди голосовали за личности, за личности депутатов. 17 прошло, 18 господин Маслов не прошел. Ему не оказало доверия... 12, да, из 13, извините. Значит, не оказало доверия именно избирателям одного округа. Сейчас мы выдвигаем его руководить полностью, всеми округами, полностью жителями сегодня Нижнего Тагила. А имеет ли он моральное право? Я считаю, нет». За председателя Думы депутаты голосовали тайно. В отдельной комнате входили по одному. По итогам Александр Маслов набрал 14 голосов, Вячеслав Горячкин – 11. «Позрешите поздравить господина Маслова с избранием. Прошу председателя Городской Думы, господина Маслова с 6-го созыва, Заря Крестер, председательствующего». «Я благодарен тем коллегам, которые проголосовали за меня. В любом случае, действительно, мы об этом сегодня уже говорили, у нас будет единая команда. Это 27 депутатов, которые будут работать на благо города Нижний Тагил, на благо его жителей. Я уверен, что у нас в 6-м созыве, как минимум, не хуже по плодотворности, по качеству эта работа пройдет, потому что состав подобрался достаточно интересный, очень сильные депутаты, много депутатов уже с серьезным опытом, прошедшие одну, две, то и три Думы. Я думаю, что у нас эта работа наладится и получится». Работать председателем, решили народные избранники, будет на постоянной основе. Это означает, что Александру Маслову сейчас придется распрощаться с должностью директора «Горы Белая». Кто займет это место, пояснил новоиспеченный председатель Думы, пока не решено. Сегодня также не решился вопрос и о заместителе председателя Думы. Народные избранники за кандидатуры, а их было три, Леонид Мартюшов, Алексей Казаринов, Владимир Гаев, также голосовали тайно. 14 голосов по закону не набрал никто. Депутаты решили перенести выборы на должность зампредседателя на следующее заседание Думы. Там же и решить, сколько будет сформировано постоянных комиссий и как они будут называться. Очередное заседание народных избранников намечено на 29 марта. Анна Кизила, Овадим Усков, Сергей Иванов. Новости Тегил ТВ.